Это объединённый институт ядерных исследований. Ему в этом году исполнится 60 лет. Так получилось, что я тоже пришёл в этот институт, когда он был организован, и уже так долго работаю в этом институте. Цель этого института – фундаментальные исследования в области ядерной физики, физики высоких энергий. Так мы называем физики частиц, физики твёрдого тела. Ну, конечно, здесь есть теоретическая физика, которая покрывает эти области. Дальше идут математика, компьютеры, всё то, что необходимо для того, чтобы делать современную науку. Ну, институт экспериментальный, поэтому есть крупные установки, ускорители, малые, большие, очень большие, ядерный реактор, ну и многое другое оборудование. 18 стран являются полными участниками этого института. У нас бюджет идёт от этих стран. Управляет институтом комитет полномочных представителей этих стран, которые представители эти назначаются премьер-министром этих государств. Научная часть управляется учёным советом института. Он собирается два раза в год. И в нём присутствуют ведущие физики современной науки во всех этих областях физики, о которых я говорил. Не обязательно члены его ядер, просто физики, естественно, как эксперты. Между заседаниями этого учёного совета работают комитеты по ядерной физике, по физике частиц, по физике твёрдого тела. Ну вот таким вот образом этот институт функционирует. Which countries are we talking about? Which countries are we talking about? These 18 countries, can you give some examples? Да, это страны, которые являются членами института. И ещё есть страны, которые являются ассоциированными членами института. Ассоциированные члены института, они, конечно, имеют интересы в различных областях. К постоянным странам относятся такие, как Чехия, Болгария, Румыния, Польша, страны Восточной Европы. Но также относятся Вьетнам, Монголия, Куба. А ассоциированные члены Германии, Южная Африка, ну очень активно Италии, итальянские физики работают, американские физики работают, например, в этой лаборатории. То есть, вообще-то говоря, он так очень интегрирован глубоко в международное сотрудничество. Причём я хотел бы отметить, что это международное сотрудничество началось ещё, когда был Советский Союз. Когда вообще международное сотрудничество было очень слабое, но тем не менее этот институт имел вот такой гандикап, он был впереди. И до сих пор вот этот багаж, который был ещё накоплен в то время, он теперь эксплуатируется, расширяется. Поэтому, ну вот, институт известен не только своими результатами, но и тем, что он так широко интегрирован в науку. Большие группы наших сотрудников работают в ЦЕРНе, в Европе, большие группы работают в Национальных лабораториях Соединённых Штатов, Брокхевене, Фермилабе и других местах. Но теперь уже и эти физики приезжают к нам и работают на наших ускорителях. Так что, ну, это действительно, в общем-то сказать, вот, в полном смысле наука, которая всегда международная. And what is your role in it? What is your role in the institute? What is your function? Ну, поскольку у нас есть три области физики, физика частиц, высокая энергия, ядерная физика и физика твёрдого тела, я работаю и, в общем, имею некую ответственность в науке за ядерную физику. Ядерная физика делается на разных ускорительных установках, на реакторе, на ускорителе соседней лаборатории, на ускорителе тяжёлых ионов. Но так уже получилось, что современная ядерная физика в основном делается на ускорителях тяжёлых ионов. Поэтому вот эта лаборатория, в которой я работаю, которая называется лабораторией ядерных реакций, это, по существу, физика тяжёлых ионов. Она зарождалась вот в тот момент, когда я пришёл в этот институт. Тогда было только две лаборатории в мире, которые специально занимались этим. Это была лаборатория здесь и лаборатория в Беркли, в Калифорнии. Но когда стало ясно, что вот в этой физике идёт много научной информации, тогда начали появляться лаборатории во многих других областях и во многих других странах. Новые лаборатории были в Соединённых Штатах, во Франции, в Германии, в Польше, в Кравдингене. Ну, дальше можно много говорить. Потом начали создаваться национальные лаборатории по физике тяжёлых ионов. Потом начали создаваться международные лаборатории по физике тяжёлых ионов с большими коллайдерами. Вот, кстати, большой коллайдер в Церне, он ускоряет протон и ускоряет тяжёлые ионы. Здесь строится тоже будет строиться большой коллайдер на тяжёлые ионы. Таким образом, это наука, где в качестве бомбардирующих снарядов используются очень тяжелые частицы. Она постепенно расширяется. Мы знаем большие установки, которые построены и в Соединенных Штатах, и в Японии, и в Китае. И теперь это очень широко используется для исследования ядра ядерной физики. Вот этим мы занимаемся здесь. Конечно, это очень многоплановая работа. Начиная от того, как взаимодействуют такие тяжелые частицы при разных энергиях, какие они рождают новые частицы при этом. Какие они рождают новые ядра. Чем эти ядра отличаются от того, что мы выделили до сих пор? И одно из этих направлений заключается в том, чтобы получить самые тяжелые ядра. Тех, которых в прароде нет. Как можно уйти далеко для того, чтобы понять, где граница массы ядер? Где предел? Какое может быть самое тяжелое ядро? Это интересно, потому что все наши знания относительно ядра, они должны быть использованы для того, чтобы ответить на этот вопрос. И если у нас есть какие-то непонятности, то будут непонятные и разные ответы. Один только будет, может быть, правильный. Остальные должны быть отброшены. А, соответственно, модели теоретические, которые построены, должны быть пересмотрены. То есть это есть такая острая точка, на которой можно проверять теорию и наши знания относительно ядра, ядерных сил, ядерных превращений. Уже давно это привлекает, очень привлекает физиков получить ответ на этот вопрос. Я думаю, что это давно было и до ядерной физики. Всегда человек думал о том, где предел материального мира, в котором он живет. И каждый раз он получал ответ на этот вопрос, в зависимости от того, как он понимал этот мир. И, может быть, первое глубокое понимание этого мира пришло в конце XIX века и начале XX века, как мы знаем. Ну, первое, когда Менделеев первый раз поставил элементы, которые находили в земле, в определенный порядок. И сделал вот эту таблицу, потому что химические свойства, они имеют определенную последовательность в этих элементах. Это не просто так. Есть какая-то внутренняя структура в них, которую мы не знаем, но которая проявляется по-разному. Ну, а потом уже, конечно, дальше, когда появилась квантовая механика, Энштейн-Резерфорд, когда появилась модель атома. Ну, и дальше, и дальше. Это все пошло очень, очень, очень сильно. И вот в этот момент это пошло еще более остро. Потому что любое новое открытие, которое шло буквально один за другим в этот золотой век, оно меняло представление. И каждый раз эти представления, вообще-то говоря, могли бы быть очень хорошо тестированы на ядрах, которые находятся в предельном состоянии. Но дойти до этого предельного состояния, это всегда было трудно. По-моему, всегда трудно в жизни дойти до какого-то предельного состояния. Здесь то же самое. Ну, вот в этой лаборатории мы начали заниматься вопросом этого предела, предела масс ядер. Это имело, конечно, какую-то историю. История началась с того, когда во время Второй мировой войны начали получать искусственный элемент Плутоний в Соединенных Штатах. Он был синтезирован в 1940 году Сиборгом и Аббельсеном. Но потом уже в 43-м году был построен реактор, который позволял этот искусственный элемент нарабатывать в весомых количествах. Мы знаем, что была сделана атомная бомба из этого. Но мы знаем также, что потом эта энергия была использована и для мерных цен, и для получения электричества, и в других аппаратах. Но это не... Это элемент 94-й. Последний элемент, который я изъявляю, это Уран 92-й. Вот два шага. Два шага в область, где элементов природные кончаются, и где можно их получить только искусственно. Я хотел бы отметить, что два шага в прошлое, потому что четыре с половиной миллиарда лет тому назад, когда образовалась Земля, Плутоний был тоже. Просто у него время жизни 25 тысяч лет, и, конечно, он не дожил до наших дней. Но теперь, в 20-м веке, можно его получать в лаборатории и исследовать его свойства. Ну, что касается Плутона, можно даже целую промышленность сделать, его сейчас нарабатывают сотнями тонн. Это практическое. Но мы, скажем, мы сделали только два шага. Почему не три, не четыре, не пять? И начали делать эти шаги. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Let me continue. Element 93, could you start there? Яс, да, это... Ну, и вот 94-й элемент Плутония – два шага, потом три, потом четыре, потом пять, потом шесть. И, наконец, мы подходим к элементу, который не должен быть по теории. А он есть. Идем дальше, он есть. Идем дальше, он есть. Значит, эта классическая теория что-то не... неправильно предсказала в пределе, потому что, согласно классической теории, не должно быть элементов больше, чем сто. Мы получили 102-й, 103-й, 104-й элемент. 1964-й год. Это не так давно все было. И тогда встал вопрос о том, что... как объяснить это и многое другое, которое тоже не укладывалось в рамке вот этой старой классической теории. Теория, которая много сделала, которая многое объяснила, но не могла объяснить этот предел. То есть предел был не тот. И тогда надо было создавать новую теорию для того, чтобы понять, во-первых, так же хорошо объяснить то, что было, но еще объяснить и тот факт, что мы переходим в предел классической теории. И это, в конце концов, получило объяснение в 1969 году. Но из этого объяснения следовало, да, вы можете идти дальше, но когда вы пойдете дальше, это будет время жизни, и их будет уменьшаться, 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 уменьшаться. Но если вы уйдете очень далеко, то он начнет вновь подниматься, 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 и она будет такой остров. Остров, где может быть много элементов, очень тяжелых, сверхтяжелых, так называют, которые будут жить значительно дольше, чем их более легкие предшественники, и которые стоят на месте, где элементов быть не должно по старой концепции, но по новой концепции они должны быть, если и новая концепция правильная. Она может быть тоже неправильной. Это же, в конце концов, гипотетические элементы. И надо доказать, есть они или нет. Вот мы приходим к самому моменту, когда надо ответить, да или нет. И для того, чтобы получить этот ответ, да или нет, надо сделать грандиозную работу. Надо попытаться получить эти элементы искусственным способом. но это не 94-й элемент, и не 104-й элемент, это 114-й элемент. И исследовать его свойства. Ну... And how do you do that? I mean, making an element? Да, и на эту задачу были брошены, пожалуй, все силы, в общем, физиков, экспериментаторов, и уже первый эксперимент был поставлен в 1970 году, на следующий год, во Франции, в институте Жолео Кюри. Меня пригласили туда. Я участвовал в этом эксперименте, где мы ничего не получили. Вот. Но на самом деле потом уже усилия были большие. Эти сверхтяжелые элементы искали с помощью мощных реакторов. в ядерных взрывах. Искали в природе. Искали в космических лучах. Искали в разных реакциях. Ядерных реакциях. Не только с нейтронами, но и с более тяжелыми частицами. Но уже в этих экспериментах, к сожалению, были отрицательные результаты. В общем-то, начав этот штурм, в 1970-м году, мы должны сказать, что к 1990-му году у нас ничего не было. И в 95-м году ничего не было. Хотя это были эксперименты, сделанные во многих крупных ядерных центрах мира, в Соединенных Штатах, в Америке, здесь, в Дубне, тоже во Франции. Ну и вот тогда была довольно-таки тяжелая, такая тяжелая ситуация. Ну а как? Мы не можем получить этот элемент, поэтому мы не можем ответить на этот вопрос. Или может быть гипотеза сама неверна. Может, их вообще нет. Но тогда надо еще раз пересматривать теорию. Старая не годится, новая тоже не годится. теперь надо сделать такую теорию, которая объясняла бы все, но говорила, что этих сверхтяжелых нет. Понимаете, это вот довольно-таки сложная вещь, потому что объяснять надо очень многое, что уже было, годами сделано в ядерной физике. Ну это один такой неприятный момент, скажем, а второй, что может быть мы просто не умеем их получать. Наши средства еще недостаточны для того, чтобы они были. Ну вот тогда в этот момент мне казалось и моим коллегам тоже они скорее всего, что мы не не имеем тех средств, которые нужны для того, чтобы это получить. Надо поменять подход совершенно. Может быть, мы неправильно вообще ставим задачу. Хотя до этого получались элементы, получались, там получались, здесь это не сверхтяжелый, здесь может быть не так. И нам пришлось очень сильно усложнить задачи. Очень сильно, потому что нам нужно было брать мишень из искусственного материала, то есть привлечь реакторы, мощные реакторы со всеми технологиями, для того, чтобы наработать это вещество мишени. И надо было совершенно по-другому выбрать бомбардирующее ядро и совсем новый режим ускорителя, и совсем другой ионный источник для этого ускорителя. Ну, в общем, тяжелой работы предстояло. И тут я хотел бы вам сказать, что вот этот конец XX века, ну, и начало этого XXI века характерен тем в науке, что люди поняли, что для того, чтобы получить какой-то очень предельный результат, надо объединить усилия. Потому что одна группа людей, которые, может быть, работают где-то далеко, на другую стороне земного шара, имеет очень большой прогресс, там, скажем, с одной аппаратурой, другая, категория людей, которые будут во Франции, имеет большой прогресс в третьем. Третья, которая работает здесь, четвертая, если все объединить и как бы сделать симбиоз того, чего достигло человечество в этой науке сегодня, то тогда это действительно может дать новое качество. И вот мы пошли по этому пути. Мы взяли французский ионный источник и его переделали для своих нужд. Мы пригласили наших американских коллег мощный реактор, чтобы они нарабатывали нам это вещество. Мы поменяли свой ускоритель практически. Мы сделали новую технологию ускорения вот этого редкого кальция-48. Сделали новую установку. Потом нам не понравилось, мы сделали вторую установку. Тоже не очень понравилось. Мы начали ее менять. И только в 1999 году, в самом конце, уже зимой, мы могли бы поставить первый эксперимент, когда Плутоний, который получился на реакторе в Америке, бомбардировался кальцием-48, который получился на сепараторах на Урале, в ионном источнике, который был взят из Франции, на новом сепараторе, который был сконструирован здесь, мы увидели первый раз распад 114-го элемента. Вообще это был распад довольно долгий. Это можно было смотреть на часы. 114 распадался за 2 секунды 112, 112 за полминуты 114 часы, то есть 110, и 110 потом делился спонтанно. Это было очень необычно, потому что, скажем, предшественники, которые были 108-й, 109-й элемент, они жили миллисекунды, микросекунды, а эти секунды. То есть действительно мы выяснили, что это время жизни очень то, как раз, что предсказывало эта теория. Это, конечно, нас обнадежило очень. Ну, а дальше потом за этим последовало другие 10 лет, так наша жизнь идет, когда мы уже к этому делу относились спокойно, мы знали, что мы получим, мы улучшали источники, мы улучшали ускорители, мы улучшали аппаратуру свою, наши американские коллеги делали новые мешанные материалы, и таким образом мы смогли получить целую плеяду новых элементов, то есть мы вычерпали все, что может дать реактор, мы вычерпали все, что может дать ускоритель сегодня, и получили 113, 114, 115, 116, 117, 118, 6 элементов. Если вы скажете, почему 6, а не 7, я вам на это отвечу, что если бы реактор мог делать более тяжелую мишень, было бы и 7, если еще более тяжелую было бы и 8, но просто уже предел реактора, реактор дальше не может. Даже самый мощный реактор сегодня не может произвести мишень с атомным номером 99, 98 дает 118, а 99 уже не может произвести. Вот таким образом на сегодняшний день мы смогли реализовать все то, что было создано нашими предшественниками в разных областях физики, реакторной физики, изгоритетной физики, в ядерных реакциях, в том, что это. В этом смысле, конечно, очень хорошо, что это получилось, потому что это не только, как говорится, наша работа, здесь работа поколений, я бы сказал. Вот. когда мы говорим элементы, элементы, на самом деле мы получаем ядра, а элементы это атом. То есть у нас идет ядерная реакция, мы меняем ядро, мы превращаем одно ядро в другое. I'm sorry. No problem. So I asked him, no problem. Question again, so, what is an элемент? Да. Мы превращаем одно ядро в другое, но когда это ядро уже готово, вокруг него появляются электронные орбиты, и это уже атом, это уже элемент. И дальше мы можем исследовать химические свойства, уже элементы. А раз мы исследуем химические свойства, дальше уже идет уже другая наука, химия. дальше мы вспомним таблицу, что в этой таблице есть периодичность, и мы должны этот элемент поставить в то место, где его ожидаемые химические свойства, согласно вот этому фундаментальному закону периодичности, должны проявиться именно в этом месте. то есть, что я хочу сказать, что если вы получаете 112-й элемент, он должен быть под ртутью. Если вы получаете 114-й элемент, он должен быть в той колонке, где свинется. Если вы получаете 118-й элемент, он должен быть в той колонке геродона. Это закон периодичности. И тогда, конечно, возникает уже другой вопрос, а будут ли они следовать этому закону? И тогда надо делать химические опыты, уже не физические, а химические опыты, уже не с ядрами, а с атомами, для того, чтобы ответить на этот вопрос. Представьте себе, что благодаря тому, что эти новые элементы сверхтяжелые живут относительно долго, не миллисекунда, секунда, это можно делать. И это было сделано. Такие эксперименты и сейчас идут. Но было показано, что да, они занимают свое место, хотя немножко отличаются от тех предсказаний, которые можно было бы сделать на основе закон периодичности. Эти отличия связаны с тем, что работает уже релятивистский эффект, когда атомы очень тяжелые, то электроны становятся тяжелее, и это тоже должно быть учтено в определении химических свойств. Собственно, релятивистский эффект всегда наблюдался у очень тяжелых элементов. Я хотел бы вам сказать, что золото есть золото из релятивистского эффекта, ртуть жидкий материал из релятивистского эффекта, но когда мы идем к более тяжелым, это должен проявляться еще более сильно. Он проявляется более сильно, но пока они сидят в том месте, где это было предсказано периодической таблицей в Индии Горьковом. Да, я хотел сказать, что ответ очень простой ничего. Ничего, потому что мы получаем их в очень малом количестве. Это отдельные атомы. Мы рады, когда у нас получили один атом в день. А когда мы смотрим какие-то редкие элементы, один атом в месяц, но тем не менее мы можем точно сказать, что они получены, потому что много событий этого образования. На самом деле, конечно, впереди еще большая работа для того, чтобы исследовать детальные свойства. Для этого их надо получать больше. Десять раз, сто раз, в тысячу раз, тогда это можно взять такую полноценную работу. Не как экзотика, как обычно, нормальная научная работа исследовательская. Но чтобы это сделать, в какой-то момент вы должны остановиться и подумать, а как дальше? как дальше? Невозможно работать с эффектами, которые есть один в день. Этой жизни не хватит. Поэтому мы пришли к выводу, что спустя десять лет, после того, как мы начали эти опыты со сверхтяжелыми, как сегодня это делали бы, если бы это было бы сегодня. Не десять лет назад, это сегодня. Ну, вот мы знаем уже все это, мы знаем их свойства, мы знаем, как они получаются, мы знаем, как они не получаются. Это одна сторона дела. Мы уже знаем что-то, мы приобрели знания. А вторая сторона я знала, что за десять лет был прогресс научно-технический. Уже и ускорители другие, уже источники другие, уже и компьютеры другие, все другое за десять лет меняется очень быстро. И вот если взять то, что мы узнали за десять лет, и тот технический прогресс, который был средний день вместе, удивительно, я вам должен сказать, что тогда можно получать эти элементы в сто раз больше. И мы решили делать фабрику сверхтяжелых элементов. Вот это строится, сейчас лаборатория. Ну мы надеемся в конце будущего года уже начать эксперименты. Это будут, конечно, другого типа эксперименты, не такие, как они сейчас. Я вам могу сказать, что может быть даже и не очень ясно, как это будет. Все может поменяться в процессе работы, это наусь гад. Но определенно на этой фабрике будут сделаны ну два, ну три эксперимента в год. Но в каждом эксперименте будет тысячи событий. И тогда мы можем может видеть то, что сейчас мы еще не видим из-за того, что у нас очень мало этих экзотических элементов. Вот это будущее. да. Теперь вот они пока эти новые элементы имеют только чисто фундаментальные знания нам не дают. Они нам дают прежде всего ответ на то, что наши знания о ядре правильные. Потому что экспериментальные результаты подтвердили не только качественно, но и количественно. Отличие от предсказаний 5%. Сверхтяжелые элементы оказались еще в 10 раз более стабильнее, чем предсказывала теория. Поэтому вот это одно основное. Все фундаментальные следствия теории подтверждены в этих экспериментах. Что касается практического использования их, то вообще-то говоря, в таких экспериментах, которые делаются здесь, в Цернии, практическое использование идет не от результата, который получается на пределе, этот результат вряд ли можно повторять везде, а он получает практический эффект получается на пути к этому результату, когда вам надо очень много вещей пересмотреть, вам надо сделать электронную систему, которой нет в мире еще, но она необходима для этих экспериментов, вам надо сделать плазменный источник, которого он необходим для этого иначе этого не идет, и так далее, очень много аппаратуру химическую, которая определяет свойства химические по отдельным атомам, ну и так далее, это имеет так много нового идет, как, знаете, невод такой, который за траулером двигается, вот, невод, и в нем так много новых иначе, вот, хотя она не нацелена на это, она нацелена на сверхтяжелый или там в церкви на бозон Хитлеса, но с этим Хитлесом еще идет очень много нового, которое, вот, это и есть конкретное, так сказать, то, что много людей посвящают свою жизнь этому, многоспособных людей думают об этом, и это действительно дает вот такой прогресс науке, вот, это, это большое дело, мне кажется. Это almost like алхимия, алхимия. Да, это вот, кстати, очень тоже интересно, что, конечно, вот эти занятия новыми элементами, они решают старую мечту алхимиков, которые хотели сделать из свинца золота. для того, чтобы это сделать, они грели, добили, травили очень сильными веществами, они правильно понимали, что для того, чтобы сделать такую трансформацию, надо энергию вложить, но они просто не понимали масштаб этой энергии. если бы они били бы молотком, который двигается скоростью 1,1 скорости света, может быть, что-то получилось. Вот, смысл заключается в том, что если вы хотите из одного элемента сделать другой, надо поменять ядро атома. Не электронные оболочки, не химии, а надо ядро атома поменять. То есть, делать ядерную реакцию, но это не было бы ничто алхимиков. И когда вы объясните мне стабильность? Вы обрабатываете на это? Ну, это поскольку вот это предсказание новой теории было таким, что по мере увеличения атомного номера утяжеления элемента его время жизни будет уменьшаться, и оно появится только очень далеко вновь будет возрастать из-за того, что ядерные вещества не является аморфным, как жидкость, как капля воды, например, а оно имеет внутреннюю структуру, и этот рост получается за счет того, что ядерное вещество имеет структуру, вот этот подъем или эта область, где будут существовать эти элементы, названы островом. Потому что если все то, что мы имели до этого острова, есть континент, вот такое вот название. Поэтому, когда мы говорим о сверхтяжелых элементах, и когда я на вопрос о том, а где они расположены, на острове, как бы островные элементы, как Англия, остров, так есть элементы. островные элементы, вот. А вторая вещь, которая важная, что на острове довольно-таки высокая вершина, они могут быть очень долго живучи, островные элементы. Ну вот, мы сейчас имеем такие изотопы, которые живут, продукты распада этих элементов 30 часов, ну, в день. Но это не предел, это может быть и вольт, просто надо подойти к вершине этого острова, мы пока не можем подойти. Вот, мы и так с большим трудом пришли к этому острову и ступили на землю, что надо идти в гору. И вот одной из будущих задач для фабрики сверхтяжелых элементов идти в эту гору. Мы, конечно, будем много терять, может, опять, в конце концов, это будут отдельные атомы, но эти атомы уже будут жить очень долго. И вот это надо действительно делать. Мысль о том, мысль о том, что может быть они так долго живут, что они сохранились в земле или в космических лучах, нас не покидает. У нас по-прежнему идут эксперименты под Альпами, в туннеле, который соединяет Италию и Францию. Есть подземная лаборатория, для которой все Альпы, это вершина, 4000 метров, является защитой от космических лучей. И тогда там совершенно нет фона, и мы можем видеть очень редкие распады сверхтяжелых элементов в земных образцах, если только они там присутствуют. Современные методы, которые мы используем, позволяют видеть один распад за один год. вот такая качество есть. Чтобы себе представить, это примерно на 17 порядков ниже, чем концентрация золота или урона в земле. 17 порядков еще ниже. другие методы, которые разрабатывал еще профессор Флеров, это поиск космических лучах. То есть, если это нет в Солнечной системе, то это может быть в космосе, может быть процесс образования элементов, который здесь в Солнечной системе был четыре с половиной миллиарда лет тому назад, он идет на других планетах, и мы видим эти космические лучи, их состав кстати очень такой же, как и на Земле, но они более молодые, и может быть в них сохранится этот элемент, это вторая часть. То есть, я хочу вам сказать, что где вершины этого острова, мы не знаем, равно как и не знаем еще последнее летоостров, или может быть есть еще дальше, еще более тяжелые элементы, не сверхтяжелые, а гипертяжелые. Но все это мы должны понять или как-то осмыслить или предсказать, исследуя уже то, что мы получили. Поэтому, конечно, мы очень много надежд, наши надежды связаны с этой фабрикой. Может быть, может быть, что фактор 100 даст нам ответ на этот вопрос, а может нет. Тогда надо будет думать еще более выводить. Ну, таким образом течет наша научная жизнь. нет. Это первая. Это первая. Я надеюсь, что будут. Но это первая. Посмотрим, как она работает. Если она будет привлекательнее, я думаю, люди будут строить фабрики. неудобно. И почему это построено здесь, в России? Почему это построено здесь, в России? В Дубне? Нет. Это мы, наша идея. Мы сказали, что нет, мы сейчас остановимся и будем делать новое. Все новое делаем. Это наша идея, наш дизайн. Это наш ускоритель, это наш дизайн. Наша аппаратура, это тоже наш дизайн. Это вот, даже билдинг, вот это помещение, тоже наш. Он должен быть совсем рядом, здесь, вот совсем рядом, чтобы я мог бы встать и пойти туда и смотреть, что там делать. Мы вышли, мы это доложили на ученом совете. Это было пять лет тому назад. шесть лет тому назад и сказали, что это требует, конечно, финансирования, это новая, большая, 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 новая лаборатория, новый ускоритель, новой установки. они приняли это и финансируют это. Поэтому мы имеем это финансирование как решение ученого совета Объединенного института как одно из самых перспективных направлений исследования. с другой стороны в Соединенных Штатах. Я тоже два раза там был и мы обратились в Департамент энергии, что вот эту программу они тоже приняли. То есть, это и есть такое общее мнение, что это перспективно, это надо продолжать. и фабрика будет новый шаг, новый шаг вот в этом направлении. Это магическое thing that you created, this factory. Нет, ну, это, я бы сказал, что это логично, то, что я говорю, это вытекало из того, что мы делаем и в какой-то момент должен остановиться и подумать, как идти дальше. Это, это, так всегда. But you are standing on the shoulders of people like Flerov. Ну да, ну да, ну да. Я, конечно, не чужели, что Flerov не видел этого всего. Не видел Flerov, не видел Сиборг в Соединенных Штатах. Они очень хотели иметь сверхтяжелые элементы, они очень много сделали для того, чтобы, очень много сделали для того, чтобы это было, но, к сожалению, все это было уже после них. Нет. для того, чтобы поменять ядро, о котором я говорил, из одного элемента делать другой, надо поменять ядро атома. для этого надо на него воздействовать. Одно из простых способов воздействия – это, скажем, слить два ядра, чтобы они слились, привести их в контакт, и затем, за счет ядерных сил притяжения большое ядро проглотит маленькое. Вот это будет фьюжн, так называют, это слияние. Но для того, чтобы их привести в контакт, оба они заряжены положительно, одинаковый заряд имеют. Надо преодолеть это отталкивание. Для этого надо иметь скорость. скорость довольно-таки большую. Ну, примерно одна десятая скорость и света надо иметь. Надо иметь машину, которая ускоряет. И машина называется ускоритель. Вот это есть и ускоритель. Ну, предположим, я хотел бы получить сотый элемент. Я бы взял уран, который есть в Земле. 92-й элемент. Сделал бы из него миши. Там были атомы и урана. И облучал бы его кислородом. Но кислород надо мне ускорить. Ядро кислорода до скорости одна десятой скорости света. Если я возьму просто кислород, я его не ускорю, потому что он нейтральный. Мне надо, чтобы он был заряжен, тогда я могу на него действовать электрическим полем. Поэтому сначала мне этот кислород надо инжектировать в плазму, который от него дерет электроны, и он станет, если один электрон, один плюс, если два электрона, два плюс, три электрона, три плюс. чем более горячая плазма, тем больше электроны я могу отбирать. И после этого я называю ионный источник. То есть из нейтрального атома он делает ион заряженный. Я вытаскиваю его из этой плазмы и опускаю его в камеру, где происходит ускорение. Ускорение происходит под действием электрического поля. То есть вы должны дать потенциал, чтобы его ускорить, но для того, чтобы... Есть два варианта ускорения. Вы можете сделать длинный ускоритель, на нем будет потенциал, и все время он будет идти, здесь у него будет скорость маленькая, а там будет одна десятая скорости света на конце. А может заставить его крутиться по кругу, чтобы далеко не идти. Но для этого надо приложить магнитное поле. Вот большой магнит, который мы видели на ускорителе, он исполняет эту роль. В диаметре, который примерно 4 метра, с помощью этого магнита, северный полюс, южный полюс, создается магнитное поле. Оно заставляет двигаться их по кругу. А туда же помещены два электрода, на которых электрическое поле, которые придают им энергию, ускорение. Но надо обязательно синхронизовать, чтобы, когда он пришел сюда, он ускорился, когда он сделал полуоборот, он опять ускорился. Поэтому потенциалы надо менять. Это не постоянный потенциал, потенциалы переменные, синхронные с частотой вращения этого иона. По мере того, как его энергия будет расти, радиус будет больше. И вообще весь путь будет представлять собой такую спираль, раскручивающую спираль. Когда мы дойдем до конца, до радиуса 2 метра, там диаметр к 4 метра, это максимальная энергия. Дальше мы должны его вывести и направить там, где находятся мишени. Вот на таком принципе работает ускоритель. Он называется циклический ускоритель или циклотрон, потому что частица идет по кругу, его путь это спираль. Эта спираль составляет несколько километров. То есть он делает примерно там около сотни оборотов, но за это время он приобретает вот энергию примерно на десятую скорость света, и теперь уже он может подойти близко к ядру урана, они могут слиться, и в результате этого слияния может образоваться 92 плюс 8 сотый элемент. Конечно, они могут и не слиться, они могут рассеяться, они могут слиться частично, но все это будет уже фоном, это все продукты реакции, которые нам неинтересны, и мы должны от них избавиться, чтобы вытащить то, что мы хотим увидеть, мы хотим увидеть сотый элемент. Когда мы говорим о сверхтяжелых элементах, там нам надо избавиться от триллионов, на других продуктов, один на триллион. Поэтому это довольно-таки сложный эксперимент, такая должна быть селективность этого метода. Поэтому вот этот процесс ускорения, потом бомбардировка одного ядра другим, потом слияние есть основа для получения сверхтяжелых элементов. Проблема сверхтяжелых элементов заключается в том, что я вам сказал пример сураном, который есть в земле, а в сверхтяжелом мы должны поставить искусственный элемент, которого нет в земле, плутонии, кюрии, которые можно сделать только на очень большом реакторе. поэтому тут уже получается комбинация ускорителей и реактора. На реакторе вы должны сделать мишень, потом из нее сделать, из этого материала сделать мишень, потом поставить ее в свою физическую аппаратуру, потом ускорить и уже делать новый элемент. Вот это усложняет эксперимент, особенно это усложняет, если время жизни мишени маленькое. Поэтому с одной стороны вам нужно, чтобы там было много нейтронов в мишени, а с другой стороны, чем больше нейтронов, тем время жизни меньше. Но наш рекорд, наш рекорд, 117 элемент, мишень Беркли, и зато Беркли живет 300 дней. Поэтому когда мы сделали вот этот эксперимент, то есть 300 дней надо уметь наготовить в реакторе его, реактор должен быть мощный, чтобы не потерять во время подготовки, потом надо выделить, потом сделать химическое разделение, потом надо из одного полушария перенести в другое полушарие, потом здесь надо поставить, и еще примерно 300 дней, и год облучать его. Когда был первый результат, то многие мои коллеги сказали, что это тур де форс. Показание до силы. Ну вот, а другие имели большее время жизни, поэтому это было проще. Ну вот, примерно как это выглядит. это очень интересный вопрос, это очень интересный вопрос. Ну вот, ядерная физика, наверное, ее история начинается с 7 марта 1911 года, когда Эрнст Резерфорд впервые на заседании Манчестерского философского общества сказал, вы знаете, что, наверное, атом выглядит так, что в середине есть ядро маленькое, очень плотное, положительно заряженное, а электроны идут на большом расстоянии от этого ядра, а они отрицательно заряженные, потому что была проблема, непонятно, как встроен этот атом. Там есть электроны, которые отрицательный заряд, но атом нейтральный, значит, есть и положительный заряд внутри. А как это существует в месте положительный и отрицательный? Они же должны притягиваться, а не генерировать. И вот он сказал, что это так, как планеты, вот как Солнце, и планеты вокруг него идут, но только там гравитация, а здесь электромагнитное взаимодействие, здесь положительное плотное ядро, и вокруг него крутятся эти электроны. не очень было понятно, и не сразу было принято, но тем не менее, по мере того, как начали исследовать, и он сам первый резерворт, действительно подтверждалась эта модель, она называется планетарная модель атома, как планеты, планетарная модель атома. Ну, а потом, да, действительно, ядро маленькое, ядро круглое, ядро плотное, ядро не сжимаемое, нельзя еще сжать его, от него отскакивают, но не сжимают его. И тогда в 1928 году наш отечественник который потом стал знаменитым американским ученым Джордж Гамов сказал, знаете, что это, наверное, это ядро, это как капля жидкости, как капля воды, только маленького размера, и, конечно, на 15 порядков более плотная, чем вода. Вот отсюда появилась капельная модель. Ну, действительно, ядро имеет хорошо очерченный край, имеет феррическую форму, не сжимаемую. Это довольно-таки, я бы сказал, такая смелая аналогия, потому что капля — это макрообъект, а ядро — это микрообъект. макрообъект — это одно дело, это механика Ньютона, микрообъект — Эйнштейн, а мы сейчас говорим, что это ядро, такое, как макро, тело. И, тем не менее, эта модель была исключительно эффективной. она позволила определить энергию связи внутри этого ядра, как молекулы в воде. Она позволила определить, как ядро делится. Она позволила определить некоторые распады этого ядра. В этом смысле она классическая, то есть вы классическую аналогию капли делаете относите к ядру. Но, но, капля — это аморфное тело. Оно не имеет структуры. Оказалось, что ядро имеет структуру. И сверхтяжелые элементы получились только из-за того, что ядро имеет структуру. Если бы она структуру не имела, никаких сверхтяжелых элементов не было. Потому что классическая теория, когда мы говорим о том, что ядро такое как капля, дает предел, точный предел. Нет элементов тяжелее, чем 100. Все то, что за сотым элементом, это эффект структуры ядра. Эффект внутренней структуры материи. Чтобы вы себе представили, что такое структура, представьте себе, что вы имеете каплю. А теперь представьте себе, что в этой капле вы имеете снежинку. Ну, вот снежинка как бы роль арматуры играет. она может быть маленькой, но все равно это арматуры. И когда вы приходите к пределу существования ядер, когда силы отталкивания положительные протона и силы притяжения становятся равными, вот эта маленькая добавка делает стабильным очень тяжелое ядро. отсюда получается острая стабильность этого очень тяжелого и сверхтяжелого ядра. Больше такое классическая теория, а вторая теория, которая уже учитывает эту структуру, это микроскопическая теория, это уже квантовая теория. Ну вот это все то, что можно назвать багажлятором в физике. есть три тысячи ядро. Те, которые известны сегодня. Говорят, что в принципе у них может быть шесть тысяч. Вот какая перспектива еще. Среди них черные квадраты это те ядро, которые найдены в земле, которые возникли с землей четыре с половиной миллиарда лет тому назад. вы можете слить черные квадраты до свинца визгнута. Дальше свет. Дальше маленькие пиржи и потом некоторая зона, которую мы назваем полуостровом. В этом полуострове как вы видите есть черные квадратики. Это то, и то, и то, они тоже родились туда, когда родилась земля. Но они распадаются на наших глазах. объективны, не то, и 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 то, цвета более светлые, просто белые. Это означает, что время жизни очень маленького. Здесь дано 22 градации времени жизни. От черного до голубого. Голубой это те атомы, которые выше одной миллионы доли секунды. Черные дистанеты. Черные получились свинца. Дальше есть полуостром, на котором есть уранный дистанет. Зачерные квадратные на этом полуостроме это трансуразовые элементы, которые получаются в реакторах. Те самые, которые вы производите в реакторах в Америках, которые используют в качестве решений, чтобы получить сверхуровые. И, наконец, пойти еще дальше, вы видите маленькую входную и, наконец, большой остров. Вот это есть острове саммельности. Вот это острове соединения с тяжелых элементов. Вот это есть япония, которая мучила людей много лет. Есть он или нет? Ответ есть. Мы подальше к этому острову и на нем всего шесть элементов. И шестнадцать разных реакторов, разных изотопных этих элементов. мы прощупали это просто по одной верточке и везде увидели, что там действительно есть стабильность. Вот это хреново. 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 Хреново.